МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОЛЕГА, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ОНТЕ ЕЛЕНА МИХАЛОВСКАЯ. Которая, кстати, еще далеко до пенсии, а может быть, будет еще дальше. Но о пенсии нужно думать всегда, тем не менее, даже в таком тетущем возрасте. Эта тема всегда актуальна. Я напомню, у нас в студии сегодня голосование. Зрители при помощи пультов могут высказывать свое мнение, отношение к дискуссии, соглашаться или нет с нашими экспертами. Ну, а я буду следить за рейтингами зрительского голосования. Да, у нас также проходит и телефонное голосование. Сегодня мы спрашиваем у наших телезрителей, планируете ли вы работать на пенсии. Да или нет? Телефоны на ваших экранах. Пожалуйста, голосуйте. Итоги подведем в финале программы. Ну, а мы надеемся на вашу активность. Помогут нам разобраться с этой актуальной проблемой эксперты. Анна Бонд, блогер, телеведущая. Игорь Станкевич, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей. Валентина Вештарт, главный редактор газеты «Белорусы и рынок». Василий Заднепряный, председатель Республиканской партии «Труда и справедливости». И сегодня в первой части программы в дискуссии примут участие Людмила Шахотько, известнейший белорусский демограф. И Виктор Малишевский, не менее известный белорусский блогер. Но первый вопрос, если мы что-то обсуждаем, очевидно, нас, наверное, что-то не устраивает. Мы должны констатировать какую-то ситуацию. Как вы оцениваете современное состояние белорусской пенсионной системы? Современное состояние белорусской системы пенсионной стабильно, потому что у нас сейчас количество пенсионеров относится к количеству работающих с коэффициентом 2,3. То есть те отчисления, благодаря которым существует пенсионный фонд и обеспечивается пенсии в пределах 40% средней заработной платы, они на нашей экономике позволяют осуществлять выплаты своевременные и пособия, и все это пока осуществимо. Но развитие нашего государства и демографическое развитие говорит о том, что через 10 лет пенсионная система наша не способна будет выполнять обязательства. Сразу вопрос Людмиле Петровне. Насколько я понимаю, в этом плане демографическая ситуация побуждает к некоторым шагам по улучшению пенсионной системы? Да, безусловно. В настоящее время, действительно, как тут сказали, еще более-менее соотношение такое допустимое. Но в ближайшие 10 лет, ввиду того, что в пенсионный возраст выходят люди, родившиеся в послевоенное время, когда их численность была очень высокая, а вступают в труспособный возраст молодежь, родившиеся в годы, когда была провальная рождаемость, то, естественно, у нас количество трудовых ресурсов будет уменьшаться, количество пенсионеров будет увеличиваться. То есть я так понимаю, что нынешнее и следующее поколение, они вынуждены будут платить за те демографические ямы, которые были где-то и поколение, и два назад? Ну, наверное, можно сказать и так. Но, в принципе, я говорю, что получается таким образом, что численность пенсионеров будет очень быстро увеличиваться, а работающих уменьшаться. Означает ли это, что нам грозит стать страной пенсионеров? Ну, дело-то, что так говорить, наверное, нельзя, потому что это не только в Белоруссии так. Это для европейского континента вообще характерно, что очень много лиц в пенсионном возрасте. То есть старение населения. Да, старение населения характерно там, и там даже выше пока в настоящее время. Но другое дело, что на пенсию там и то там поднимается время возраст выхода на пенсию. В настоящее время у нас, конечно, выход на пенсию, особенно женщин, одна из самых низких в мире. И, естественно, у нас большое количество женщин уже находится на пенсии в том возрасте, в котором у них еще работают. Поэтому у них нагрузка получается, вроде у них пенсионеров в возрасте старшем больше, но, тем не менее, нагрузка на их бюджет получается как бы меньше. Да, оценки наших... Ну, насколько я знаю, что в Китае женщины, которые занимают административные должности, они выходят в 55, а которые занимаются тяжелым трудом в 50 лет. Поэтому я не думаю, что мы одна такая страна, которая... Ну, мы, Россия, но в Китае там пенсионная система, мягко говоря, весьма своеобразная, для того, чтобы мы проводили такие параллели. Ну, вы знаете, у нас тоже своеобразная. Мы же должны понимать, что да, у нас пенсионер застрахован, да, он может позволить себе на пенсии, ну и, в принципе, человек лечиться бесплатно. Но мы понимаем, что сегодня средняя пенсия это 150, скажем, 3 миллиона, да? Вот и, пожалуйста, и думайте, как прожить на эти деньги. Потому что недавно мы выходили с интернет-порталом с опросом к людям. И, ну, вы знаете, мне ужаснуло, потому что, в принципе, ну, люди получают очень маленькую пенсию. И сегодня существовать на 3 миллиона, при том, что растут коммунальные платежи, при том, что лекарства и все, что человек как бы минимально, то, что надо необходимо тратить каждый раз, продукты, у нас сегодня европейские цены на продукты. Вы должны тоже понимать, но мы же не получаем не европейскую пенсию, мы получаем свои 3 миллиона. Вот обозначилась и проблема, безусловно, поэтому мы ее обсуждаем. Валентина Вештер. Так вот, как раз для того, чтобы эта ситуация изменилась, и пенсии не были такими низкими, и пенсионеры не стремились к нищете, как раз и нужна масштабная реформа пенсионной системы в нашей стране. Причем нужно понимать, что речь идет не только о повышении пенсионного возраста, это повышение пенсионного возраста, это один маленький элемент большой реформы пенсионной системы. Вот о путях реформы мы будем говорить. Наверняка это находится в центре внимания работы белорусского парламента, проблемы пенсионеров и социальная политика в целом. Если говорить сегодня о том, конечно, этот вопрос широко обсуждается, в том числе и среди депутатского корпуса в обществе. Он такой получил, конечно, резонанс определенный. И сегодня говорить о том, что да, пенсионная система, на самом деле, мы говорим о том, если о том, что она существует, она работает, то да, она работает. Сегодня она распределительная система, или, как мы ее называем еще по-другому, солидарная система. Фактически уравнительная в каком-то смысле. Да, сегодня уравнительная. Если говорить о том, что работает она, или правильно работает, неправильно работает, здесь уже это другой вопрос, поскольку в мире, в общем-то, существуют различные системы, но основным все равно является вот этот принцип распределительной. Это распределительная и накопительная, да, Людмила Петровна? Да, существуемые системы. Это две основные системы, там, где существуют пенсии. Вопрос к Виктору Малишевскому. Вот здесь говорили о том, что Валентина Вештард упомянула такой термин, как масштабная пенсионная реформа. Но любая реформа все-таки не должна сделать хуже. Вот можно ли нащупать эти пути для того, чтобы пенсионерам сделать лучше, но при этом все-таки не ударить их больно? Ну, во-первых, я предполагаю и очень боюсь, что вот повышение пенсионного возраста и назовут в итоге реформой. И на этом все закончится. Насколько я понимаю, уже сейчас речь идет о несколько иных путях, что это не основное и не главное, что предполагается и что обсуждается. Ну, не знаю. Я не слышал больше ничего, что обсуждается конкретно. Это первое. Ну, на мой взгляд, хуже, чем есть, уже быть не может. И действительно, что-то делать в этом надо. Но надо понимать, что надо начинать с экономики. Знаете, если будет экономическая ситуация в стране хорошей, то и, как мы понимаем, еще 5-10 лет назад люди получали вполне приемлемые пенсии и прекрасно существовали на эти деньги. Но и 5 лет назад, уверяю вас, пенсионеры наши были все равно недовольны. Пенсия в свое время появилась как пособие не по трудоспособности. То есть, когда человек достигает определенного возраста, он не способен себя обеспечить, и появилась пенсия. Но, когда у нас и продолжительность жизни возросла, и трудоспособность, и человек стал и в 60, и в 65, у нас все остается по-прежнему. Кстати, этот возраст, по-моему, Людмила Петровна, этот возраст родился, если уже о возрасте Виктора завел речь, еще в 30-е годы, если я не ошибаюсь. Да, он родился в 30-е годы, но дело в том, что тут вот говорят, сейчас осылаются на продолжительность жизни. Если говорить, что вот в зависимости от продолжительности жизни, то продолжительность жизни у мужчин на 10 лет больше, чем у женщин. А пенсия на 5 лет тоже больше. У женщин на 10 лет больше, чем у мужчин. Поэтому здесь уже этот фактор нельзя приводить к какой-то аргументу. Мне кажется, правильный подход обозначил Игорь Станкевич, что мы не должны сводить обсуждение, улучшение, оптимизация, как угодно это можно называть, реформы пенсионной системы, только к пенсионному возрасту. Вот Виктор Малишевский правильно отметил, что в нашем обществе почему-то все обсуждение сводится только к этому. Хотя, насколько я понимаю, это только один из инструментов. Дело в том, что вы, наверное, знаете прекрасно, что совсем недавно было принято изменение и дополнение в закон о пенсионном обеспечении, где немножко регулируются моменты повышения именно пенсии непосредственно в денежном выражении для тех людей, которые работают или работали на предприятиях или в организациях, у которых, так скажем, была минимальная заработная оплата. То есть те, у кого сегодня так называемый этот пенсионный коэффициент ниже 1,3. Есть еще один момент, о котором можно говорить, и сегодня это уже происходит, и сегодня такие выплаты проводятся. Это те люди, которые достигли 75-летнего возраста, им пересчитывается пенсия. Те людям, которым 80 лет пересчитывается пенсия. То есть я хочу сказать, что вот это, если мы говорим о реформе, в общем-то, она идет, и уже сегодня некоторые моменты работают. Дам возможность договорить, да, она. Пытаются сейчас навязать европейскую систему пенсионного фонда. Ну тогда давайте жить тогда по принципу и строить так же экономику. Вы понимаете, что у нас совершенно сейчас идет в рознь. Мы хотим взять опыт тот выплаты пенсии, который там присутствует. Но вы знаете, там даже ребенок, мать, засчитывается стаж по уходу, если ребенок до 10-летнего возраста. Дело в том, что в Европе в разных странах существует разная система. Одна скандинавская модель, есть германская модель, есть романская модель. Давайте уже определимся, если мы не можем соответствовать своей, если у нас не могут придумать наш социальный институт что-то свое, если они хотят перенять этот опыт. Я вообще не могу понять, зачем мужчине в 65 лет получать пенсию, если по статистике средний возраст белорусского мужчины 67 лет. Ну то есть где логика? Но дело в том, что нельзя говорить про продолжительность жизни здесь нельзя говорить. Дело в том, что 73% мужчин в республике доживает до 60 лет. 73% Ну 65, хорошо, тогда давайте такое. Надо понимать, что такое ожидание пенсионной жизни. Анна, давайте разберемся, откуда, я так понимаю, что главная задача реформы, это сделать так, чтобы средств на пенсии для наших людей стало больше. И для этого сначала надо разобраться, откуда у нас берутся деньги на пенсии. Давайте сделать, создавать рабочие лица. Давайте услышим специалиста, Людмила Шахотик. Дело в том, что я согласна о том, что все зависит от экономики. Больше экономика получает и больше имеет доходы, естественно, больше будут получать пенсионеры. То есть пенсия формируется из счет фонда социально-защитного населения. Но дело в том, что я говорю именно о демографических аспектах. А для демографических аспектов вот здесь ссылаются опять на продолжительность жизни. Нужно понимать, что продолжительность жизни это совсем не то, о чем говорят. Это не значит, что мужчина доживает до 63 лет. Даже если он дожил до 65 лет, то у него еще предстоит жить 12 лет. Вот по нашей статистике, по этим же таблицам. Вроде предстоит виртуально, но мы же с вами понимаем. Да, поэтому тут нельзя говорить ссылаться на эти показатели. И получают они пенсию с 55 лет. Женщины в среднем получают 21-23 года пенсию. Мужчины получают 9-10 лет. И у нас большая проблема заключается в том, что у нас большое количество людей уходит на льготные пенсии досрочно. Досрочно. Для того, чтобы уменьшить это количество людей, нужно прежде всего менять технологические процессы. То есть вот уже пути мы наметили. Оптимизация льготных пенсий один из таких путей. Это как раз реформа. 30% у нас льготников. Как посчитали россияне, несмотря на то, что женщины уходят в 55 лет, а мужчины официально в 60 лет, если пересчитать всех этих льготников, получается, что мужчины уходят в 52 года, а женщины в 55. Это в среднем, если брать с учетом льготных пенсий. Смотрит, как Виктор Малишевский хитро в бороду улыбается, что-то он там задумал. У нас доярки, кстати, уходят на пенсию в 50. Ну видите, а некоторые думают, что льготники это только там милиция, военная, в том числе и доярки. Я чего улыбаюсь, ну, а это все равно не реформа. Это ни разу вообще не реформа. А что такое реформа? Реформа, когда меняется вообще все, когда ломается. Вот вы меня сразу спросили, пострадает ли кто-то. Я считаю, что сейчас нельзя повышать пенсионный возраст, потому что экономическая ситуация такая. Потому что, ну, полная нестабильность. Если помните, пенсионеры отменяли льготу по автомобильному налогу, да? И Министерство финансов говорило, потому что сложная экономическая ситуация. Как будто сложная экономическая ситуация только у Министерства финансов, а у пенсионеров нет сложной экономической ситуации. Вот. Если такая экономическая ситуация, если я не могу сейчас взять и откладывать деньги на потом, на свою пенсию, а государство не создало мне сейчас этих условий, ну потому что с такой экономической ситуацией это нереально, нет ни фондов, там вообще ничего, то и что, реформировать... А вы в таком случае за накопительную или распределительную систему пенсионную? Накопительную, конечно. Накопительную. Это значит, что определенные изменения, тем не менее, нужно произвести. Вот какие? Мы об этом и говорим. И есть вопрос у Анастасии Гурины, интернет-издания «Ежедневник». Я согласна с мыслью, которая уже здесь высказывалась, что вопрос дефицита пенсионного фонда, то есть нехватки денег на наших пенсионеров, это вопрос не только повышения возраста, это не только вопрос старения населения, но и вопрос наших заработных плат. Сколько мы денег отдаем пенсионерам? И когда наши заработные платы падают, то падают отчисления в пенсионный фонд. И наши заработные платы сейчас падают, потому что падает производительность труда. И у меня вопрос, а изменит ли что-то повышение пенсионного возраста в условиях такой неэффективной экономики? И может быть, нам стоит сначала разобраться с проблемами в экономике? Я считаю, что неправильно нельзя подходить окончательно к вопросу экономики, к вопросу возраста. Все должно быть вместе решено. То, как акцентуально. То есть постепенно повышая возраст, допустим, есть мнение о том, что с 2017 года, если на полгода повышать пенсионный возраст и менять экономическую систему, постепенно переходить к накопительной, то есть чисто накопительной, если переходить сразу, это все равно больше цветная революция. Никакого толку не будет, только будут потери. Но повышая, во-первых, производительность труда. Мы, когда повышаем производительность труда, это значит современные технологии, значит меньше людей будут уходить на досрочную пенсию. Значит мы будем техническими вопросами решать те технические проблемы, которые есть, а не за счет людского труда. То есть правильно ли я понимаю, что пенсионная реформа это одно из условий улучшения экономической ситуации в стране в целом? Да, это все в комплексе, только в комплексе надо рассматривать, тогда будет оборудование. Развитие экономики дает улучшение или ухудшение пенсионной системы. Но пенсионная система является частью же этой экономической. Сколько отчисляют предприятия, сколько отчисляет каждый работающий, это тоже влияет на развитие экономики. Чем лучше развитая экономика, тем, естественно, может быть лучше жить пенсионеры. Да, Валентина Вештер. Вадим, вы правильно сказали, прежде чем рассуждать о том, что делать, мы должны понимать, откуда мы берем сегодня деньги. Так вот сегодня мы с вами, работающие люди, содержим пенсионеров. Были демографы, говорят о том, что это не навсегда. И к 2050 году у нас наступит коллапс пенсионной системы, если мы сейчас ничего не изменим. Говоря обыкновенным бытовым языком, это просто значит, что денег на пенсии мы с вами работающие, точнее те, кто будет тогда работать, не заработают для тех пенсионеров. При нынешнем состоянии денег на пенсии больше не будет, в любом случае надо что-то менять. Вопрос, как это изменение сделать максимально оптимальными, Игорь Станкевич. Дело в том, что 2050 год это ошибочно, 2030 уже посчитано. Тем не менее, хочу услышать мнение нашего депутата, Игоря Станкевича. Я бы хотел тоже немножко добавить, вот здесь, да, на сегодняшний момент, если брать статистику, то на одного работающего, на одного пенсионера работает 1,34 работающих. Это говорит о чем? Что да, и этот коэффициент, он сегодня снижается. И мы говорили о том, что да, 1% платит каждый работающий, и 28% платит наниматель. Ну, где-то так, в среднем. Поэтому, если говорить о том, который задавали сегодня, что да, все это математически, все прекрасно видно. Еще раз мы, давайте зафиксируем, отчисления фонд социальной защиты населения идут как от предприятия, так и от самого работающего. И от самого работающего содержится... И за счет этого, и за счет этого... Ну, мы не можем забывать, что каждый из нас, что процент этот платит, для нас это ближе. Это в Европе тоже такая практика, когда работодатель платит 50 на 50 с работником, они тоже платят фонд, 50 на 50%. Да, Виктор Малисеевна, просто мы можем сколько угодно рассуждать, вот мне до пенсии 20 лет, если я сейчас не начну откладывать дополнительно, я получу ту же как бы самую пенсию. Вы призываете к ответственности каждого гражданина. Посмотрите, какая прелесть в том, что если... Куда откладывать? Куда? Ну, ваша стратегия, вы начинаете откладывать на пенсию сейчас. Как вы их сохраните? Вы знаете, чем я буду мотивирована? Если я буду откладывать на пенсию, у меня будет фонд, да, и я буду знать, что дети впоследствии получат мою пенсию. Это же тоже прелестно. Это накопительная все-таки ситуация. Конечно, а это и хорошая мотивация, чтобы я откладывала. Понятно. А Элита Сюльжина, обозреватель газеты СБ Беларусь сегодня. Пятого июня этого года Швейцария собирается принять закон о гарантированном доходе. Я считаю, что мы ее обогнали. Гарантированный доход, это вот нашу пенсию можно назвать тем самым гарантированным доходом. Потому что большинство пенсионеров молодых, это женщины в 55... Скажите, пожалуйста, а вы знаете, сколько... Сейчас, Анна, давайте дадим договориться, потом и ответим. Давайте я договорю, а потом вы меня перебьете, да. Вот, наши женщины в 55 и мужчины в 60, как правило, не уходят на пенсию, особенно если они на госслужбе или в офисе. То есть продолжают работать. Они продолжают работать, но оформляют пенсию как своего рода гарантированный доход. Я считаю, что решить эту проблему можно просто. Если ты работаешь, ты не получаешь пенсию. А если ты не работаешь, пожалуйста, выходи на пенсию. Вот чувствую, сейчас ноги не согласятся, элита. Да, может быть. Это страховой случай. Ты не можешь работать, получи пенсию, но не такую нищенскую, как вот говорила Анна Бутовна. Да, я не сразу слово. Я хочу спросить, вы знаете, в Швейцарии, вот это сколько будет социальная... В размере минимальная заработная плата. К сожалению, она там 2500 франков. Извините, потрясающе. Но это минимальная заработная плата. Ну давайте мы доживем на Швейцарии. Кстати, это все там через референдум проходит. Знаете, белорусский опыт и швейцарский опыт, мне кажется, вообще вещи несовместимы, ни в чем. Но мы должны все равно ориентироваться на какой-то мировой опыт. Мы же не можем сейчас сами здесь что-то придумать и изобрести велосипед. Мы все равно ориентироваться на какие-то показатели. Ориентироваться нужно, но тем не менее мы должны строить свою систему. У нас свои особенности, нельзя взять, перенести чью-то чужую. Вы говорите, что сейчас у нас сохраняется советская пенсионная система. Ну, в какой-то степени, да. А вот о том, как ее извинять, мы и поговорим в следующих частях программы. Елена, как реагировала аудитория на бурную дискуссию? Надо сказать, что наша дискуссия была очень активной. И порой даже рейтинги мнения, что называется, наших экспертов зашкаливали. Трудно было уследить за всем. Тем не менее, выводы можно сделать, что лидирует Анна Бонд, которая позиционирует себя как представитель народа. Это ток-шоу «Дело принципа» на телеканале ОНТ. Мы продолжаем обсуждать развитие пенсионной системы в Беларуси. У нас проходит телефонное голосование. И сегодня мы спрашиваем у вас, планируете ли вы работать на пенсии, да или нет. Ну, если вы уже вышли на пенсию, работаете ли сейчас. Телефоны на ваших экранах. Пожалуйста, голосуйте. Итоги подведем в финале программы. Во второй части программы к нам присоединились еще два эксперта. Это Лилия Власова и Валерий Фадеев. Но вначале, поскольку активно в первой части обсуждалось, какой пенсионный возраст в какой стране, давайте посмотрим. И Елена Михайловская изучала этот вопрос. Да, на самом деле у нас есть графика, которую я сейчас прокомментирую. Хочется отметить, что в Беларуси и России абсолютно идентичный возраст выхода на пенсию. 55-60 лет, соответственно, женщины-мужчины. На постсоветском пространстве в Казахстане 63 года это для мужчин, 58 для женщин, а 3 года уже больше. Да, произошло изменение по сравнению с советскими периодами. Тенденция на увеличение и в Германии. Там почти 66 лет и для мужчин, и для женщин. В 66 лет выходят на пенсию американские пенсионеры. Ну и в Японии с вещами на пенсию провожают в 70 лет. Ну и там, насколько я понимаю, одна из самых высоких продолжительных жизней. Но, соответственно, вопрос напрашивается все-таки сам собой. Почему же в России и Беларуси сохраняется самый низкий возраст выхода на пенсию? Вот ваши оценки. Начнем с наших новых экспертов. Для меня возраст небольшая проблема, да. И причем я бы хотела сразу предложить о том, что существует тут у нас вот система, которая была принята несколько лет тому назад, когда человек отказывается от пенсии, но ему идет какое-то начисление. Так сейчас это начисление составляет 6%, а инфляция реальная составляет 30 с чем-то и больше, да. То есть неработающая система. Если ее подкорректировать, так я вот, например, как пенсионер уже 8 лет, я не имею стимула работать, но тем не менее я продолжаю... Вы работаете. Я работаю, и причем очень активно. У меня свое дело, я работаю, и, значит, и меня даже как-то дискомфорт, когда я наступил пенсионный возраст стал, да. Самый главный аргумент. Да, да, я как-то даже не оформила сразу пенсию, потому что у нас сейчас в обществе как пенсионный... вышел на пенсию как приговор. Тебя уже... ты не устроишься на работу нигде, тебя переводят на... Уже не только на пенсию, но и подходя к этому возрасту не особо-то берут. Это совершенно верно. Тебя уже переводят на контракт на год, значит, врач может тебе заявить, ведь у вас... вы же пенсион, пенсионерка, что вы хотите, да, и, соответственно, как-то так... Это неправильный подход. Надо... и тем более, что... Что надо делать, мы и хотим сейчас поговорить об этом. Тем более, что люди не могут, надо сказать честно, жить на пенсию. Они продолжают работать. Но! Надо стимулировать, мотивировать людей. Так, вот важный вопрос как? Как? Смотрите, уравнять вот этот процент, который за каждый год работы идет, к реальной инфляции, да? Он должен индексироваться реально. И подстегивать инфляцию. Совершенно верно. И ты будешь знать, что ты не получишь... Да? Отлично. То есть инфляция будет еще больше? А нет, тут... подождите минуточку, Вадим. Я хочу сказать, здесь другой немножко еще есть вопрос. Значит, это не будет подстегивать, потому что работающих у нас людей намного больше. И тут я хочу обратить внимание на ваш на один очень важный вопрос, который пока еще не затрагивался. Это контроль. Вот реформа, одна из целей реформы пенсионной, должен быть контроль над деньгами, которые складываются вместе, а потом... Это мы запомним. Дадим слово Валерию Фадееву. Я слышал, как здесь обсуждали проблему демографии. Я все-таки считаю, что в определенной мере этот возраст увязан как раз с демографической ситуацией. Что касается других вопросов, то я вообще согласен с Лилией Владимировым во многих вещах и с теми, кто участвует в обсуждении. Дело в том, что нам сегодня, если проводить пенсионную реформу, то она должна быть комплексной реформой. Нам нужно менять и подход к исчислению пенсий. Я юрист, заслуженный юрист Республики Беларусь, но я попытался по 56-й статье нашего закона о пенсионном обеспечении посчитать свою пенсию, я не сумел. Там нужна высшая математика. Потому что мы учитываем заработные платы. Но с этим все сталкиваются, когда подходят к пенсии, да. Плюс я еще хотел бы, как юрист, обратить внимание на одну вещь. Закон принят в 92-м году. Я не поленился и посчитал. За это время, за 23 года, в закон внесено более 40 изменений. То есть проблема еще и стабильности нашего законодательства. То есть изменения какие-то происходят, да? Изменения происходят. Спасибо. Вы знаете, мне кажется, вот те предложения, которые были высказаны, вопрос Лены Михайловской здесь очень местный. Почему? С одной стороны, мы видим, что мы пенсионную реформу не проводим, как и россияне, кстати, топчемся на месте. С другой стороны, почему мы этого не делаем? Потому что, мне кажется, общество наше так к этому не очень готово. Мы хотим получать больше, но что-то серьезно менять, менять систему начисления, не очень люди наши готовы. Или я ошибаюсь, Анна? Нет, люди наши готовы. Они всегда хотят получить... Это вы готовы, но можете за все общество ответить. Готовы ли сегодня нам предложить что-то государство и социальный институт? Что нам готовы предложить? И донести это до народа в том понимании, в котором для того, чтобы дошло... То есть следует сейчас обсуждать пути этих изменений? Ну, конечно. Да, Валентина Вештер. Вы понимаете, почему у нас сегодня мы привязаны к России? Извините, в России сегодня нефть ничего не стоит. Это Россия села, и мы вслед за ними. Это же вполне естественная ситуация. А Китай вслед за кем? Они сами по себе хорошо существуют, мне кажется. Даже сегодня. Только пенсию не платят целым категориям граждан. Почему пенсии платят? У них даже женщины выходят гораздо раньше на пенсию. Мы сегодня это уже обсуждали. Анна, вы задали мне перерывный вопрос, почему ты не сказал. Я сейчас озвучу, что до 2010 года в Китае вообще не было пенсии. Там считалось, что дети должны содержать родителей в жизни. О, а теперь у них новое руководство ЦК Компартии Китая начало выводить эту систему. То есть нам равняться на то, когда у нас пенсии уже с 30-х годов, и советская система, да, она устарела. Да, ее, конечно, надо существенно менять. Вопрос как? Мы это должны обсуждать. Здесь у нас уже были предложения. Валентина Вештера, конечно. Можно я еще выскажусь, почему у нас не было, почему мы не реформировали до сих пор нашу пенсионную систему? Потому что менталитет такой, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так вот, гром грянул. Значит, грянул. Гром грянул, это однозначно. И главное, что мы должны положить в основу реформы, которую мы должны обязательно провести, потому что гром грянул, это переходить от социального обеспечения к социальному страхованию. То есть должен быть... А если объяснить нашему зрителю, что это значит принципиально? Это значит, мир уже выработал огромное количество пенсионных систем. Мы должны изучить все, что есть в мире и взять для себя лучшее. Но большинство стран имеет такие... То есть страны в основном кооперируют разные системы пенсионные. То есть идет моделирование такое, берут лучшее из разных систем. Остается вот этот социальный компонент распределительный. И добавляется накопительная часть, которую накапливают предприятия. И еще докапливается личный, добавляется личное страхование пенсионное. Вопрос Игорю Станкевичу. Насколько я понимаю, депутаты в том числе изучают вот эти разные подходы и модели пенсионной системы. Да, конечно. Как бы чистой такой системы пенсионной, как бы, вот как у нас сегодня существует солидарная или распределительная. И в мире, как бы во многих странах европейских, в том числе сегодня называли шведскую модель, немецкую модель и так далее. Она, конечно, существует смешанная, эта система. Но вы тоже должны прекрасно понимать, и мы сегодня изучали эту проблему. Дело в том, что ведь, когда вот этот мировой, как мы называем, кризис был в 2008, а потом в 2011 году, то это показало тоже, что она не совсем совершенна, в том числе и в этих странах. Поэтому на сегодняшний день, наверное... Я вижу, сразу несколько экспертов готов высказаться. Но если мы говорим о международном опыте, давайте услышим зарубежного эксперта, в данном случае немецкого журналиста Райнхарда Лаутербаха. Райнхард, здравствуйте. Мы рады снова видеть вас в нашей программе. Очень часто Германию приводят, как пример, социального государства, вашу пенсионную систему, как модель, на которую можно ориентироваться при реформировании. Каково ваше отношение к пенсионной системе и отношение немецкого общества в целом? Вы знаете, у нас в стране такая реформа с опаздыванием пенсионного возраста уже идет, наверное, лет в 10. И это программа, которая растет на 20 с лишним лет. Это связано с тем, что с каждым годом те, которые в этом году родились, они выходят на пенсию месяц позже, чем те, которые год старше. У меня, например, лично пенсионный возраст будет уже не 65, это уже будет 65 и 9 месяцев. То есть, Райфард, поясните нам, получается, что у вас идет такое замедленное увеличение пенсионного возраста в зависимости от категории населения демографических, да? Просто от родственников, то есть от поколений, которые родились в 54-м году, они выходят на 65 и 8 месяцев. Я родился в 55-м, значит, 65 и 9 месяцев. И моя сестра, которая, значит, 4 года моложе меня, ей уже будет 66 и 1 месяц. Еще один вопрос, который я не могу не задать. Ну, дело прошлое, но тем не менее. ГДР, Восточная Германия, там была несколько иная система, насколько я понимаю, которая отличалась от ФРГ, от Западной Германии. Насколько болезненно, безболезненно вписалась ГДР вот в эту западно-германскую систему пенсионную? То есть, те люди, которые уже были близки с пенсионным возрастом в ГДР, им получилось довольно даже хорошо, потому что в моменте рассоединения Германии просто западно-немецкий пенсионный фонд или пенсионная система взяла всех этих людей на свой учет и им выплатили пенсии, как будто они бы вплотили свои взносы в западно-немецкую систему. И так как те люди, которые проработали при социализме, у них всегда был большой рабочий стаж, безработицы не было. То есть, этому поколению было даже неплохо, но те, которые сейчас там входят на пенсию, им значительно хуже, потому что там, конечно, есть высокая безработица, и люди плохо зарабатывают, там более-менее 20% меньше зарабатывают за эти дичьи на Востоке, чем на Западе. То есть, сейчас тому поколению, которое сейчас в предпенсионном возрасте, им довольно сложно, я бы сказал. Спасибо, Рейнхарду Лаутербаху. Может быть, кто-то готов прокомментировать или есть вопросы к нашему немецкому эксперту Лилия Власова? Понятно, что во всех странах, я в Литве знакома, пенсионная реформа требует времени. Это, по-моему, ключевое, да? От 10 до 20 лет. То есть, это не сиюминутный процесс, мы должны это объяснять. Совершенно верно. Она требует времени для того, чтобы те люди, которые молодые, понимали, что они должны заработать пенсию. Не сейчас получать по 100 долларов, да, из котла какого-то общего, которого не контролируется, да. Они должны понимать, что у него счет, и он должен в любой момент иметь право увидеть, сколько у него денег на пенсионном счету. На своем счету. Да, на своем счету. У него должна быть возможность создавать собственный пенсионный фонд, который, вклады, которые отчисления должны быть освобождены от налогов. Это вот такая... Те люди, которые сейчас пенсионный возраст... То есть, гарантированный общий свой индивидуальный, который зависит непосредственно от человека. Да, да. И контроль над общим фондом обязательно. Общественный контроль, личный контроль за своим счетом. Вот о контроле говорил Валерий Фадеев, и я хочу вас спросить, по вашим прогнозам, если, допустим, начать какие-то изменения сейчас, сколько по времени они займут? Вот германский опыт говорит о десятилетии. Мы на самом деле должны разъяснять людям, что они будут иметь в результате нашей реформы пенсионной системы. Мы должны показывать людям, что они зарабатывают и так далее. Может быть, мы должны каждый год, либо раз, пять лет на карточке по компьютеру ему показывать, что он заработал для своей... Я думаю, лучше все-таки группы создать. Депутат, допустим, и Анна Бонт. И они в паре будут людям объяснять, как это все будет устроено. Я слушаю, все очень прекрасно. Хорошо. Мы все говорили о том, что экономика первична. Любая политическая, социальная, это настройка. Если нет рабочих мест сегодня, у даже молодежи не могут дать хорошие условия, трудные устройства. Теперь, если поговорить о контроле на фондах, пенсионный фонд находится в системе Министерства труда и социальной защиты. Госконтроль ежегодно там проводит проверку. Я не думаю, что там надо проверять. Надо исходить из того, что у нас государство чрезмерно социально ориентировано. Президент изначально, когда избирался, он взял курс на социальную ориентацию. Оно таким и останется. Вопрос о размере этой социальной нагрузки. Мы очень увлеклись этим делами, немного запаздываем с пенсионной реформой. Есть, вижу, вопросы у журналистов наших. Да, Элита Сельжина, СБ Беларусь сегодня. Я сейчас опять скажу непопулярную вещь. Я понимаю, что пенсионный возраст надо повышать, но в данной ситуации, я вот согласна с Анной Бонд, делать этого нельзя. Сейчас объясню. Я часто езжу в командировки и обращаю внимание, что в маленьких городах основные рабочие места – это какие-то правоохранительные органы, МЧС, налоговая инспекция. Система образования. Система образования. То есть бюджеты. Бюджет – это то, что финансируется с бюджетом. А вот предприятия, они находятся в очень тяжелом состоянии. И более того, если мы повысим пенсионный возраст, у нас получится в этих маленьких городах… И бизнес не развит. В маленьких городах просто реально молодежи негде будет работать, потому что будут сидеть на хороших местах налоговых и так далее. Будет колоссальный прирост безработицы. Будет колоссальный прирост безработицы. Что делать в таком случае? Мы должны находить эти пути. Да, Валентина. Можно не отправлять, конечно, людей на пенсию так рано. Но не будет денег, чтобы заплатить им пенсии. Это я отвечаю на вопросы. Хорошо, не будет. Денег нет, понимаете? Нет денег. Ну дайте мне рабочее место в 65 лет. Давайте так. Увлекается вопросом безработицы. Вы знаете, Анна, какая у нас безработица в стране? Численность, процентном отношении. Можно в 20 просить на пенсию. Вы знаете, одно дело есть статистика, а есть реалии. Ну за что? Не зря же увеличилась. Не на статистику назовите. У нас безработица не превышает 1%. В среднем мировая практика от 3 до 7%. Правильно, потому что сегодня... У нас безработица совсем небольшая, потому что мы стараемся искусственно удерживать людей на рабочих местах, хотя производительность их... Сегодня очень тяжелая экономическая ситуация. Еще 5 лет назад, вот я в доме у нас, охранника, невозможно было взять на работу 5 человек на 2 миллиона зарплаты. Это при курсе том, в прошлом. Сегодня 14 человек пришло на зарплату 2 миллиона. О чем это говорит? О том, что нет работы и люди хотят работать. Ну наконец-то у нас появилось. Вы же сами радуете за это изменение. Если вы говорите о европейских изменениях, это европейская экономика. Вы знаете, структурную я же не выстрою, я все-таки творческий человек, правильно? Есть для этого вот депутаты у нас, есть социологи, есть институты, которые содержат те же люди, которые дают отчисления, ну социальные. Мы спросим у Игоря Станкевича, вы слышите, разные мнения высказываются. В общем-то, на самом деле, дискуссия, какой бы эмоционально ни была, сейчас дадим слово, строится вокруг накопительной распределительной системы пенсионного возраста и системы отчислений в пенсионный фонд. Но, в общем-то, из этого системы... И экономики, мы забываем, это главное. Что планируют депутаты? Давайте все-таки депутаты услышим. Значит, я бы хотел немножко здесь еще... Мы вот одну сторону смотрим тех людей, защищаем сегодня, которые в преддверии, так скажем, пенсионного возраста или заслуженного отдыха, как мы называем. Здесь вот говорили о том, что в малых городах нет рабочих мест, там как бы... С чего формируется сегодня пенсия? Мы уже об этом говорили в первой части, о том, что наниматель-то платит большую часть, да, 28 там этих процентов. Сегодня наниматель, наверное, думает и вправе так думать, для того, чтобы обновлять производство, чтобы оно работало, чтобы модернизировать, автоматизировать. И на сегодняшний момент... Времени совсем мало. На сегодняшний момент я говорю о том, что, наверное, и нужно защищать молодежь, ту, которая подходит сегодня. И если мы сегодня говорим о том, что мы увеличим, как бы, да, пенсионный возраст, и будут эти рабочие места, которые, может быть, сегодня молодежь тоже подпирает, и нужно тоже им заниматься, и производством в том числе, в том числе и развитием производства. И это развитие, в том числе развитие нашей экономики, поэтому здесь нужно в комплексе... Если можно, кратко, Лиля Власова, Валерий Фадеев, ваше слово. Безусловно, мы пришли к корням, да. Нужно что-то менять в экономике. Надо дать возможность... Дмитрий Медведев выступал недавно на форуме перед Единой Россией, партия говорил, сейчас мы освободим бизнес. Дать людям возможность заниматься бизнесом, уменьшить налоги. В свое время Италия выжила благодаря тому, что частный бизнес в страну поднимал, понимаете ли, ИП, да, как у нас называют. У нас создают такие налоги... Понятно, нужно рассматривать экономики, время и соцсетей, Валерий Фадеев. Я видел, вы хотели высказать все время этой дискуссии, да. Я вообще хочу прокомментировать то, что было сказано... А Элитой сельжиной. Да, Элитой сельжиной. Ну, в первой части она говорила о том, что если пенсионер работает, то не нужно оплатить пенсию. Простите, он эту пенсию заработал. И работает зачастую, потому что ее не хватает. Поэтому нужно искать другие стимулы. Я думаю, что стимулы уже сегодня ищутся через указы президента. Добавляется там заработу сверх того-то, добавка к пенсии и так далее. И это, наверное, правильно. Если я смогу не работать с тем, чтобы получить большую пенсию, это должно быть мое добровольное желание. Вы не можете меня обижать. Человек должен сам решать, а государство должно обеспечить свое. В свое время я спорил с депутатами. Вот на этом мы вынуждены прерваться. Лена, как реагировала аудитория? Да, бурная у нас дискуссия. Но лидирует наш заслуженный юрист Валерий Алексеевич Фадеев, который предлагает переходить к реформированию постепенно, да, изменить законодательство и больше вводить людей в курс дела. И стимулировать. И стимулировать тем самым, да. Ну и меньше всего телезрителей согласны с Василием Заднепряным. Это ток-шоу «Дело принципа» на телеканале ОНТ. Мы продолжаем обсуждать состояние развития пенсионной системы в нашей стране. Тема очень актуальная. У нас проходит телефон на голосование. Сегодня мы спрашиваем у вас, планируете ли вы работать на пенсии, да или нет. Ну или если вы уже пенсионер, работаете ли сейчас. Пожалуйста, голосуйте. Итоги подведем совсем скоро. Ну а к нам в этой части программы присоединились Константин Зборовский, эксперт в области социальной защиты, и Анастасия Лузгина, экономист. Но здесь Анна Бонд правильно отметила, что мы тесно связаны с тем, что происходит в России. И с нами сейчас на связи по скайпу Евсей Гурвич, финансовый аналитик из Москвы. Евсей Томович, здравствуйте. Вы нас слышите? Здравствуйте. Да, я слышу. Ну наверняка, что проблема реформирования, развития пенсионной системы, она актуальна не только для Белоруссии, для других стран. Она активно обсуждается и в Российской Федерации. Каковы пути или направления вот этого обсуждения? Да, это проблема глобальная, поскольку во всем мире идет старение населения. Ну или по-другому можно сказать, что у людей увеличивается продолжительность жизни, продолжительность активной жизни. Поэтому во всем мире сейчас пересматриваются пенсионные системы, в том числе и увеличивается пенсионный возраст. И более адресно оказывается поддержка, та часть пенсионной поддержки, которая имеет социальную направленность, поскольку пенсионные системы состоят из двух частей. Страховые, в рамках которых люди сами зарабатывают свои пенсии, и социальные, которые фактически представляют собой борьбу с бедностью. Так что и в России сейчас это обсуждается. Уже в основном принято решение о том, что начнется с 2017 года последовательное повышение по полгода в год пенсии государственным служащим. Сейчас, по-видимому, будет по-разному индексироваться пенсия работающим пенсионерам и неработающим пенсионерам. То есть работающим пенсионерам, а не будет индексироваться пенсия. То есть сейчас от обсуждения перешли уже к первым шагам пенсионной реформы. То есть можно ли сказать, что пенсионная реформа в России пошла и избран такой поэтапный, рассчитанный на много лет ее вариант? Да, это верно. Хотя еще нельзя сказать, что есть полный план всей пенсионной реформы, что мы знаем, какими будут следующие шаги. Это предстоит обсудить и принять решение. Хорошо. Но я так понимаю, что речь не идет сейчас о полноценном переходе от распределительной пенсионной системы к накопительной пенсионной системе. То есть это некий такой половинчатый вариант? Нет, речь об этом не идет. Более того, у нас сейчас заморожена накопительная часть пенсии. И некоторые даже члены правительства высказывают мнение, что вообще нужно отказаться от накопительной, а перейти к распределительной только системе. А почему? Чем они аргументируют? Вроде бы накопительная так популярна в кругах реформаторов экономических систем? Ну, она была очень модной где-то 10-15 лет назад. В последнее время стало понятно, что это не панацея. И с одной стороны, международные организации сейчас рекомендуют сочетание накопительной и распределительной систем. Но многие страны на время тоже, как и мы, отказываются от накопительной. Но я думаю, что все-таки мы будем следовать этим рекомендациям международным. И у нас тоже будет и такая, и такая компоненты. Спасибо Евсею Гурвичу, финансовому аналитику из Москвы. Вот такая позиция. Россия уже делает первые шаги. Я знаю, что вы активно занимаетесь изучением этой проблематики. Как вы считаете, какой оптимальный путь для нас? Потому что вы видели первую, вторую часть, вы слышали нашу дискуссию. Самый разнообразный тут разброс мнений. Ну, понятно одно, что реформа нужна, она назрела и уже перезрела, наверное, лет на 20. То есть реформа пенсионной системы. То есть надо было делать реформу сразу после развала Союза фактически? Конечно, нам надо было уже уходить от уравниловки в пенсионных выплатах. На сегодняшний день очень слаба дифференциация. Не связана с тем, сколько человек проработал, в каких условиях труда проработал и так далее. Вместе с тем, есть резервы в виде категорий, у которых изначально ниже на сегодняшний день пенсионный возраст. И тоже можно обратить внимание, то есть здесь немножко где-то добавлять и так далее, из учета конкретных условий характера труда. Хорошо, но советская система подразумевала некую дифференциацию? Если ты работал в горячем цеху, в условиях Крайнего Севера, других климатических. Вот я вам хочу сказать, сегодня работник госслужбы получает 10 миллионов плюс-минус, а работник шахтер... Это зависит от его зарплаты. Подождите, работник шахтер, тяжелый труд, лицейный цех получает 5 миллионов плюс-минус. Опять-таки мы говорим о средних показателях. О средних показателях. Я думаю, что специалист управления соцзащитой в райисполкоме 10 миллионов все-таки не получает. Да, Константин. Нет, но безусловно, главным принципом при проведении реформы пенсиона это должна быть социальная справедливость. И я здесь абсолютно согласен. Когда мы возьмем сегодня даже, например, профессора, который проработал всю жизнь на высоких должностях и так далее, и доходил до уровня зарплаты, это достаточно тяжело. Если мы возьмем, например, пенсию прапорщика, то пенсия прапорщика выше, чем пенсия профессора сегодня. Так сложилось все с советского времени еще. Да. Ну вот сложилось. Это нехорошо сложилось. И если взять того же, например, руководителя учреждения, к примеру, здравоохранения, и сравнить с пенсией его санитарки, то она тоже примерно плюс-минус 200 рублей будет разница. То есть вот вам, пожалуйста... Ну, Анастасия, смотрите, я так понимаю, что все-таки экономика должна быть, и здесь об этом мы уже говорили, готова к проведению любых таких изменений. Даже Россия с ее большими ресурсами, с ее большими запасами, которые остаются, несмотря на кризис, который происходит, она выбрала такой очень поэтапный, очень осторожный путь. Да, совершенно верно. Когда мы говорим о пенсионной реформе, надо отметить, что это всегда болезненный вопрос для любого общества, для любого государства. Потому что она затрагивает интересы достаточно наиболее незащищенных слоев населения, пенсионеров и так далее. Плюс к этому, конечно, надо учитывать экономические условия, которые мы сейчас находимся, наши соседи находятся. И тем не менее, мы должны признать, что, конечно, назрел тот момент, назрел момент трансформации. И в данном случае главная наша задача найти тот путь, оптимальную стратегию поведения, чтобы эта трансформация... Мы это и обсуждаем. Кстати, один из вопросов актуальных, все-таки, разное мнение у нас здесь высказывается, и в обществе есть разное мнение. Мы нашего пенсионера, который только-только вышел, пока женщины в 55, мужчины в 60, да, в среднем, должны стимулировать оставаться работать, выйдя на пенсию, или все-таки переходить полностью на пенсию. Какая здесь должна быть стратегия? Да, они все готовы работать, потому что, как обидно слышать мужчину в хорошем, прекрасном возрасте, 60-65 лет, о том, что он пенсионер, его выкидывают с работы. Ну, это... Получается, тогда и возраст надо пенсионный повышать? Конечно, допускай, дайте возможность люди работать. Так, проблема в том, что нет рабочих мест для этих людей. Вот и все. Конечно, надо повысить пенсионный возраст. Это снимет огромное количество проблем. Морально-психологических, например. То есть люди не будут получать травму, когда у них под их подходит пенсионный возраст, и они начинают думать, так, оставит меня работодатель или не оставит работать. Это вообще люди, которые получают очень серьезный стресс, на самом деле. Я знаю людей, которые готовы работать, которые хорошие профессионалы. Но он говорит, нет, я лучше сам пойду, потому что если меня не возьмут, я не переживу этого. У нас, кстати, по этому поводу есть интересная статистика. Я поинтересовалась, и вот информация к рассуждению. В возрасте 55-59 лет у нас работают 216 тысяч женщин и только 33 тысячи мужчин. Выравниваются эти показатели... Подожди, но это еще не пенсионный возраст для мужчин, 55-59. Выравниваются показатели, да, только как раз-таки к 60-64 годам. Когда мужчина выходит на пенсию. Да, практически 106 тысяч женщин и 96 тысяч мужчин. Кстати, мы продолжим. Да, Василий Васильевич. Она заключается в том, что у нас в этом возрасте соотношение мужчин к женщинам 1 к 3. Получается где-то 34-37% мужчин работоспособного населения. И получается где-то больше 60% женщин. Но накануне программы наши корреспонденты провели опрос на улицах белорусских городов. Планируют ли наши сограждане работать на пенсии? Давайте посмотрим, что отвечали люди. Отдохнула трудовой деятельности. А там видно будет. Здоровье не позволяет. У нас сейчас все люди больные и все с кучей заболеваний. Куда же повышать тот возраст? Хорошо, если еще, дай бог, до пенсии доработать. Я вам обещаю, если доработаю до пенсии, дня работать не буду. Работа – это так же, как и движение, жизнь. И надо жить, ну, и быть чем-то полезным и себе, и людям. Я военный пенсионер. И уже два года я работаю на пенсии. Я вообще в жизни и так не работала. Не то, что на пенсии. То есть не планируешь? Я вообще не работаю нигде. Примесленник я. Я вообще планирую на пенсии внуков смотреть. Пока будут силы, буду работать, стараться семье помогать. Работу нельзя, надо работать. Привыкли работать. Я вот на пенсии хочу работать, но пока не могу найти работу. Ой, не работаю. На пенсии уже давно и не работаю. Конечно, хотелось бы. Небольшой подработкой не помешало бы. Планирую. Конечно, буду работать, потому что жить не за что. На пенсии не проживешь. Придется. Хватит, пусть дети работают. Здоровый человек. Могу бегать, могу ходить, прыгать, что угодно. До 6 месяцев лет, ради бога. Экономика все растет и растет. И по воле задумываешься, что, скорее всего, да, ты будешь и дальше работать, даже на пенсионном возрасте. Веселого мало. А что делать? Не воровать же. Ну вот так отвечали люди. Видимо, ответы самые разные. Но, в принципе, подтверждают, что выход на пенсию для многих, и даже приближение к этому возрасту является серьезным стрессом. И в плане трудоустройства, и в плане люди волнуются, за что они будут жить. Но и опять-таки, когда человек перестает работать, он как бы вырывается из социального окружения. Это серьезная психологическая травма. Константин. Да, безусловно. Ну, понятно нам, и вот из сюжетов стало то, что сегодня работа, с одной стороны, это абсолютная необходимость большинства. То есть для того, чтобы дополнить пенсию... Это как свобода, осознанная необходимость. Это должна быть, да, осознанная необходимость, свободный выбор. И люди этот выбор делают, потому что им надо еще, кроме того, что себя содержать, надо еще своих детей поддержать, и внуков, которые, даже оканчивая вузы, оканчивая вузы, сегодня идут на минимальную зарплату работать. И, в общем-то, им надо содержать и себя, и внуков. Это с одной стороны. Поэтому тут нельзя четко отождествлять пенсионный возраст и работающий пенсионер. Это два разных понятия. То есть человек работает, потому что ему нужны еще деньги. Мне кажется, сегодня очень правильно подчеркивали, что пенсионная реформа или изменения, оптимизация по-разному можно называть, не должна сводиться только к возрасту, а целой системе мероприятий, связанных и с формированием финансового фонда, за счет которого пенсии формируются, и в целом рядом государственных подходов. Безусловно, еще тут в этом плане надо добавить, что кроме этого момента чисто финансового, есть проблема стресса, связанного с выходом на пенсию. Психологического. Психологического стресса. И человек, он себя должен идентифицировать как личность. И, естественно, он, если не будет поддерживать себя как личность, он начинает разрушаться. Вот этот момент тоже. Такие примеры, к сожалению, есть. И здесь необходимы реабилитационные мероприятия перед выходом на пенсию. И сегодня у нас есть яркий пример. Мы уже несколько лет проводим программу университет третьего возраста. И вы знаете, паломничество прямо в этот университет. Мы тысячами набираем людей. В прошлом году несколько тысяч в этом году, вот первую тысячу набрали. Вы обучаете, даете новую профессию или что? Даем возможность людям расширить рамки какой-то независимости в современных условиях. Компьютерную грамотность, там какие-то даже профессиональные навыки. Да, спасибо. Анастасия Лузгина. Ну, я считаю, конечно, пенсионный... Об этом уже много здесь говорилось, что пенсионный возраст, повышение пенсионного возраста, это далеко не все, что необходимо сделать в рамках трансформации пенсионной системы. Да, то есть существует, конечно, мы должны обратиться прежде всего к международному опыту, потому что зачем изобретать колесо, если уже есть примеры, да? Опыт настолько разнообразен. Опыт действительно разнообразен, поэтому мы должны учитывать свои национальные особенности. Анна Бонд, вот, например, против того, чтобы к опыту международного обращаться? Я просто к тому, что у каждой страны есть свой менталитет, своя культура, все свое. Зачем я... Вы не понимаете? Нет, вы правильно говорите. Вы понимаете, в чем проблема? Человек озвучил. Зачем изобретать самолет, это уже кто-то придумал. Ой, велосипед, извините, это уже кто-то придумал. Ну и самолет, и велосипед. Надо адаптировать просто к условиям. Начните, выстроите здесь систему, адаптируйте под наших людей. У нас свой менталитет. Мы уже поняли, что вы за накопительную аннасистему, во-первых. Хотя, если мы посмотрим все условия накопительной системы, то не зря же Россия отказывается от нее. Не все к этому готовы у нас люди. Анастасия Гурина, в Академии наук, 40 лет, более 40 лет стажа. Извините, 3 миллиона зарплаты. Где справедливость? Вот мы и говорим, как от этого, как эту систему изменить, что изменить в целом в нашей системе. А и нету 3 миллиона. У нас есть вопросы у журналистов Анастасия Гурина, интернет-издание «Ежедневник». Хочу вернуться к теме занятости и рынка труда. Действительно, будут ли нужны те люди, которые выйдут на рынок труда после повышения пенсионного возраста? Депутат говорил о том, что у нас очень низкая безработица, но низкая безработица у нас официальная. То есть это те люди, которые официально зарегистрировались в качестве безработных. А если мы, например, зайдем на вакансии, которые предлагает Министерство труда, то есть вакансии государственных служб занятости, то мы увидим, что их сейчас в два раза меньше, чем было в 2012 году. А прошло всего несколько лет. Также занятость падает, и мы видим, предложение падает у занятости в рекрутинговых агентствах. И действительно, окажутся ли нужны эти люди? Дело в том, что, насколько я понимаю, человек в 55-60 лет или старше, он уже где-то стабильно работает. И речь идет, если на первом этапе, о неких законодательных гарантиях этим людям. Игорь Станкевич. Да, я хочу сказать, что я не совсем здесь согласен с тем вопросом, который здесь задают. Да, с Анастасией. Дело в том, что мы сегодня, даже вот этот сюжет говорит о многом. Говорит и о том, что некоторые люди, а это связано больше, наверное, с производственниками, которые вот сегодня говорили, о том, что я не буду работать ни одного дня, да, и не хочу работать. Потому что все зависит от того, в какой сфере человек работает. И, наверное, то, что вот этот возраст пенсионный, о котором мы сегодня говорим, и что, да, наверное, мы придем к этому, его нужно повышать, но я за то, чтобы его повышать все-таки постепенно, постепенно. Но здесь целый комплекс, в общем-то, появляется таких проблем. Ну, в первую очередь, наверное, должно адаптироваться и образование наше, адаптироваться к этому. Чтобы мы были готовы к тому, чтобы наши люди, которые уйдут постепенно, если мы будем повышать пенсионный возраст, и вот эта часть освобождаемых рабочих мест, она должна заполняться непосредственно молодой. То есть в чем проблема, о чем говорит Анна Бонш? У нас ментально уже закрепилось поколение 55-60, 55-60. То есть человек, уже подходя к этому возрасту, он себя психологически готовит. Вы знаете, во многом любому человеку важно быть востребованным, в любом возрасте. И все равно чувствуется черта. Возраст человека, это, да, тяжелая адаптация идет, да, к человеку, как и женщине, которая уже стукнула там 40, 50, 60 лет. И когда этих людей, извините, просят, вот они вот дотягивают до пенсии и уйти, это травма в любом случае. Поэтому если увеличат возраст пенсионный и при этом предоставят рабочее место, и при этом будет хороший оклад, Я вам больше скажу, даже если до пенсии не дотягивает и просят уйти, все равно это травма. Пусть, 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 пусть работает люди. С чего мы начинали передачу? О том, что на данный момент у нас на одного пенсионера 2,2 работающих. И если мы постепенно, учитывая все, о чем говорилось, прежде всего экономику, комплексно проработаем эту систему и создадим больше рабочих мест, то есть мы эту цифру оставим 2,2,2,3, то есть больше людей будут работать. Вот я вижу, Валентина Вештурт уже не согласна. А для этого надо создать рабочие места. Да, Валентина? Я не согласна, во-первых, с тем, что 2,3, гораздо меньше. Это статистика, как говорили. Нет, это какая-то старая статистика. Нет, это не старая, это современная статистика. Это полтора, полтора, уже меньше двух. А тоже помню, это меньше двух, да. Это первое. Второе, мы не ответили все-таки на вопрос Анастасии, да. Мы об этом упоминали уже, и все эксперты говорили о том, что пенсионная реформа не может быть в отрыве от реформы вообще в целом. То есть если мы просто сегодня поднимем пенсионный возраст, это не реформа. Это же как заклинание. Это не реформа. А что должны тогда? Мы должны дождаться каких-то изменений в экономике? Нет, мы должны дождаться, мы должны делать изменения в экономике. Давайте, давайте делать с вами, Анна, сейчас мы будем что-нибудь. Я готова. Скажите, что надо. Я полагаю, что нужно разработать программу пенсионной реформы. И на первом этапе, допустим, разбить ее на части. К примеру, на первом этапе поднять пенсионный возраст. Ну это российский пункт, фактически. Первый пункт. Второй пункт. Сделать осмысленными и установить связь между теми взносами, которые я отчисляю, пока я работаю, и размером пенсии, которую я получаю. Это мотивирует людей отчислять взносы, не прятать зарплаты в конверты. И они будут понимать, зачем они откладывают эти деньги. Потому что сегодня какие-то мифические деньги, которых никто не видит, куда-то идут. Люди не чувствуют этих денег. Их нужно замотивировать. И третье, что обязательно нужно сделать, это снять все-таки нагрузку с предприятий. Сегодня 30% эти, которые платят предприятия, они лишают их оборотки напрочь. Они не могут работать. Не лишит ли это ФСЗН вообще средств? Вот это большая проблема, которая стоит задуматься. В конце концов, лишит. Но у нас есть вопрос или мнение о элите сельжиной. СБ Беларусь сегодня. Вот много задавалось опросов, что же делать. У меня в голове родился такой план, например, почему бы не сделать пенсии как бы две. Одна базовая пенсия, которую человек может выйти в 55 лет. Гарантированная. Гарантированная, да. Но она небольшая, вот такая, как сейчас есть. Но дать человеку возможность накопить, вторую часть накапливать. И более того, чтобы человеку было это привязать к зарплате обязательно. Но еще дать возможность вообще, чтобы дети унаследовали эту накопительную часть. Поскольку человек копил, ну а вдруг он работал всю жизнь, не доживет. Ну да, это естественно. Как наследство. А тогда бы получал один из супругов, допустим, да? Ну и дети. Человек же копил, это его личное средство должны достаться детям. Если шли отчисления, извините, я ушла из жизни, и мои родители на эти деньги... Хотя в этом случае нас еще ждет такое веселое, ну как его назвать, веселое мероприятие, как скандал с пенсионными фондами. Поскольку их достаточно много было и в Российской Федерации, и в других странах. И это почти неизбежная составляющая вот этого пути реформирования. Но это отдельная проблема. Вынуждены эту часть, вообще программу постепенно завершать. У нас традиционно в финале 4 эксперта, участвовавшие в трех частях дискуссии. 30 секунд. Да, экономика подталкивает, и демография нас тоже подталкивает к тому, чтобы мы реформировали пенсионную систему. Но, наверное, все-таки важнее самочувствие человека. Я думаю, что если мы начнем реформировать пенсионную систему, повышать пенсионный возраст, то в 40 лет люди будут думать, что жизнь только начинается. Отлично. Василий Заднепряный. Мы можем сказать одно, что труд и справедливость – это неприходящие ценности человечества. То есть человек трудится, потом должно быть справедливое вознаграждение, учет его привношения в это общество. И отсюда можно сказать одно – не надо бояться реформ, надо смело к ним идти. Если у нас, допустим, мы понимаем, что будет экономика реформироваться, и будет реформироваться пенсионная система, то мы не пострадаем. Время, все, время. Анна, теперь вы готовы. Я хочу быть пенсионеркой и в 70 лет. При условии, что я буду востребована, у меня будет рабочее место, я буду получать хорошую зарплату, в общем, и прожить еще лет до 100. И будут хорошие фотосессии в модных журналах. Отлично. Игорь Станкевич. Я хочу сказать, что главное, наверное, в любой системе, в любой реформе – это не навредить. Самое главное, наверное, сегодня, и вот этот разговор, который состоялся, найти ту золотую середину, чтобы удовлетворить именно граждан наших республики Беларусь. Спасибо нашим экспертам. Елена, а как аудитория реагировала на по-прежнему бурную дискуссию? Ну, по-прежнему бурная дискуссия развивается следующим образом. Константин Эдуардович Зборовский смог завладеть аудиторией, и с ним наши зрители были согласны. Он говорил о реформе, о том, что люди, которые выходят на пенсию, в общем-то, жизнь их не закончена, все только начинается, об институтах третьего возраста и так далее, о развитии, да, о социальной справедливости. Это поддержано нашими зрителями. Ну и не смог нарастить своих темпов Василий Васильевич Заднеприаный. Елена, не любите вы партию труда и справедливости. Вот знаете, вы спешите в своих выводах. За кадром мы еще пообщаемся. Вот на этой интригующей ноте мы будем завершать. Ну что ж, тема очень актуальна. Все мы хотим выйти на пенсию, получать больше, но если говорим о каких-то изменениях, к ним должно быть готово не только государство, но и общество. То есть мы с вами, и мне понравились слова депутата сегодня, о том, что при любых изменениях главный принцип – это не навреди. Завершается наше телефонное голосование. Сегодня мы спрашивали у вас, планируете ли вы продолжать работать, выйдя на пенсию, или же продолжаете работать, если вы уже пенсионер, да или нет. Результаты голосования на ваших экранах. Спасибо за вашу активность. Это было ток-шоу «Дело принципа». Встречаемся по понедельникам на телеканале ОНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова